Комик Василий Васильевич Светловитов, плотный крепкий старик, 58 лет, проснулся и с удивлением поглядел вокруг себя. Перед ним, по обе стороны небольшого зеркала, догорали две стерейновые свечи. Неподвижные, ленивые огни тускло освещали небольшую комнатку с крашенными деревянными стенами, полную табачного дыма и сумерек. Кругом были видны следы недавней встречи вакха, смельпомены, встречи тайны, но бурды и безобразны, как порог. На стульях и на полу валялись сюртуки, брюки, газеты и листы, пальто с пестрой подкладкой, цилиндр. На столе царил странный, хаотический беспорядок. Тут теснились и мешались пустые бутылки, стаканы, три венка, позолоченный портсигар, подстаканник, выигрышный билет второго займа с подмоченным углом, футляр с золотой булавкой. Весь этот сброд был щедро посыпан окурками, пеплом, мелкими клочками разорванного письма. Сам Светловитов сидел в кресле и был в костюме Калхаса. — Матушки мои, я в уборной, — проговорил комик, осматриваясь. — Вот тик, фунт, когда же это я успел заснуть? Он прислушался. Тишина была гробовая. Порсигар и выигрышный билет Шива напомнили ему, что сегодня его бенефис, что он имел успех, что в каждом антракте он со своими почитателями, бравшими приступом уборную, много пил коньяку и красного вина. — Когда же это я уснул? — повторил он. — Ах, старый хрен, старый хрен, старая ты собака. Так, значит, налимонился, что сидя уснул, хвалю. И комику стало весело. Он разразился пьяным, кашляющим смехом, взял одну свечку и вышел из уборной. Сцена была темна и пуста. Из глубины ее, с боков и зрительный зал идул легкий, но ощутимый ветер. Ветерки, как духи, свободы гуляли по сцене, толкались друг с другом, крушились и играли с пламенем свечки. Огонь трепетал, изгибался во все стороны и бросал слабый свет то на ряд дверей, ведущих в уборной, то на красную кулису, около которой стояло ведро, и на большую раму, валявшуюся среди сцены. «Егорка!» – рихнул комик. «Егорка, черт! Петрушка! Заснули, черти, в рот вам дышло! Егорка!» Ответило эхо. Комик вспомнил, что Егорка и Петрушка по случаю бенефиса получили от него наводку по три целковых. После такой подачки едва ли они остались ночевать в театре. Комик крякнул, сел на табурет и поставил свечу на пол. Голова его была тяжела и пьяна, а во всем цели еще только начала перегорать выпитое и масса пива, вина и коньяку, а от сна в сидячем положении он ослабел и раскис. «Во рту эскадром начало...» – проворчал он, сплевывая. «Эх, не надо бы старый дуралей пить! Не надо бы! И поясницу ломит, и башка трещит, и знобит его... старость!» Он поглядел вперед себя. Еле-еле были видны только суфлерская будка, литерные ложи, да пюпитры из оркестра. Вся же зрительная зала представлялась черной, бездонной ябой, зияющей пастью, из которой глядела холодная, суровая тьма. Обыкновенно скромная и уютная, теперь ночью казалась она безгранично глубокой, пустынной, как могила, и бездушной. Комик поглядел на тьму, потом на свечку и продолжал ворчать. Да, старость, как ни Финти, как ни корабриз, и не ломай дурака, а уж пятьдесят восемь лет. Тю-тю, жизнь-то уж, мое почтение, нас, Масенька. Однако служил я на сцене тридцать пять лет, а театр вижу ночью, кажется, только в первый раз. Творезная материя, ей-богу, да, в первый раз. Жуткий черт возьми. «Егорка!» — крикнул он, поднимаясь. «Егорка!» «А-а-а!» — ответила Экка. Одновременно с Экой где-то далеко, словно в самой глубине зияющей пасти, ударили к заутренне. Калхас перекрестился. «Егорочка!» — крикнул он. «Где вы, черти?» «Господи, что же это я не чисто упоминаю? Бросьте эти слова, бросьте пить, Ведь уж стар, а коневать пора. В пятьдесят восемь лет люди к заутре не ходят, к смерти готовятся, а ты, ох, господи! Господи, повел, как жутко! — проворчал он. Ведь так ежели всю ночь просидеть здесь, так со страха помереть можно. Вот где самое настоящее место духов вызывать! При слове духов ему стало еще страшнее. Гуляющие ветерки и мелькание световых пятен возбуждали и подзадоривали воображение до крайней степени. Комик как-то съежился, осунулся и, нагибаясь со свечкой, в последний раз с детским страхом покосился на темную яму. Лицо его, обезображенное гримом, было тупо и почти бессмысленно. И, дотянувшись до свечи, вдруг он вскочил и уставил неподвижный взгляд на потемки. Полминуты простоял он молча, потом, охваченный необычайным ужасом, схватил себя за голову и затопал ногами. «Кто ты?» — крикнул он резким, не своим голосом. «Кто ты?» — в одной из литерных лож стояла белая человеческая фигура. Когда свет падал в ее сторону, то можно было различить руки, голову и даже белую бороду. «Кто ты?» — повторил отчаянным голосом комик. Белая фигура перевесила одну ногу через барьер ложи и прыгнула в оркестр. Потом бесшумно, как тень, направилась к рампе. «А ты яс?» — проговорила она, полизая на сцену. «Кто я?» — крикнул Калхас, пятясь назад. «Яс, Никита Иванович, суфлерс, не сводите беспокоиться!» Комик, дрожащий и обезумевший от страха, опустился в издевожении на табурет и поник головою. «Это яс?» — говорил, подходя к нему, высокий, жилистый человек, лысый, с седой бородой, в одном нижнем белье и босой. «Это яс?» — суфлерс. «Боже мой!» — выговорил Комик, проводя ладони по лбу и тяжело дыша. «Это ты, Никитушка! Зачем ты здесь?» «Я здесь ночуюсь в литерной ночи. Больше негде ночевать. Только вы не говорите, Алексеев и Мичус!» «Ты, Никитушка!» — барботал, обессилевший Калхас, протягивая к нему дрожащую руку. «Боже мой! Боже мой!» — вызывали шестнадцать раз, поднесли три венка и много вещей. Все восторги были, но ни один не разбудил пьяного старика и не свез его домой. «Я старик, Никитушка! Мне пятьдесят восемь лет. Болен! Томится слабый дух мой!» Калхас потянулся к суфлеру и весь троша при палке в руке. «Не уходи, Никитушка!» — барботал он, как в бреду. «Стар, немощь, помирать надо. Страшно!» «Вам, Василий Васильевич, домой пораз!» — сказал нежно Никитушка. «Не пойду! Нет у меня дома! Нет! Нет!» «Господи Иисусе! Уж не забыли, где живете!» «Не хочу туда! Не хочу!» — барботал Комик в каком-то иступлении. «Там я один! Никого у меня нет, Никитушка! Ни родных, ни старухи, ни деток! Один, как ветер в поле! Помру и якобы будет помянуть!» Дрожь от Комика сообщалась и Никитушке. Пьяный, возбужденный старик трепал его руку, судорожно сжимал ее и пачкал смесью гриба со слезами. Никитушка ежился от холода и пожимал плечами. «Страшно мне одного!» — бормотал Калкас. «Некому меня приласкать, утешить, яну в постель положить!» «Чей я? Кому я нужен?» «Хе-хе-хе-хе-хе! Кто меня любит?» «Никто меня не любит, Никитушка!» «Публика вас любит, Василий Васильевич!» «Публика ушла и спит!» «Нет, никому я не нужен! Никто меня не любит!» «Ни жены у меня, ни детей!» «Эва, о чем говорю это?» «Ведь я живой человек, живой!» «Я дворянин, Никитушка хорошего рода!» «Пока в эту яву не попал на военной службе, в артиллерии!» «Молодец какой был, красавец, горячий, смелый!» «Потом актер какой я был, боже мой, боже мой!» «И куда все это девалось? Где оно то время?» Держать за руку суфлера, комик приподнялся и замикал глазами так, как будто из потемок попал в сильно осмещенную комнату. По чекам его, оставляя полосатые следы на гриме, текли крупные слезы. «Время какое было!» Продолжал лот бредить. «Поглядел нынче на эту яву и все вспомнил. Все! Ява-то эта съела у меня 35 лет жизни! И какой жизни, Никитушка!» «Лежу на нее сейчас и вижу все до последней черточки, как твое лицо!» «Помню, когда был молодым актером, когда только что начинал в самый пыл ходить, полюбила меня одна за мою игру. Изящна, стройна, как тополь, молода, невинна, умна, пламена, как летняя заря!» «Я верил, что не будь на небе солнца, то на земле было бы все-таки сметло, так как перед красотой ее не могла бы устоять никакая ночь!» Калхас говорил шаром «Потрясай головой и рукой!» Впереди в одно ближнем белье стоял босой Никитушка и слушал. Обоих окутывали потемки слабо разгоняемой бессильной свечкой. Это была странная, необычайная сцена, подобной которой не знал ни один театр в свете. И зрителем была только бездушная черная яма. «Она меня любила!» Продолжал Калха, задыхаясь. «И что ж, помню, стою я перед нею, как сейчас перед тобой. Прекрасна была в этот раз, как никогда глядела на меня так, что не забыть мне эти глаз в самой могиле! Ласка, бархат, блеск молодости, глубина! Упоенный, счастливый, падаю перед ней на колени, прошу счастья!» Комик перевел дух и упавшим голосом продолжал. «О да», — говорит, «оставьте сцену!» «Понимаешь, она могла любить актера, но быть его женою никогда!» Помню, в тот день играл я, роль была подлая, шутовская. Я играл, а у самого в душе кошки и змей. Сцены не бросил, нет, но тогда уже глаза открылись. Понял я, что я раб, игрушка чужой праздности, что никакого святого искусства нет, что все бред и обман. Понял я публику. С тех пор не верил я ни аплодисментам, ни венкам, ни восторгам. Да, брат. Он аплодирует мне, покупает за целковую мою фотографию, но тем не менее я чушь для него. Я для него грязь. Почти кокотка. «Отче славя ради ищет знакомства со мной, но не унизит тебя до того, чтобы отдать мне в жены свою сестру, дочь. Не верю я ему, ненавижу, и он мне чужд». «Домой вам пораз», — робко проговорил суфлер. «Понимаю я их отлично!» — крикал Калкас, края за черной ями кулаками. «Тогда же еще понял. Еще молодым прозрел и увидел истину. И дорого мне это прозрение стоило, Никитушка. Стал я после той истории, после той девицы-то, Стал я без толку шататься, жить зря, не глядя вперед. Разыгрывал шутов, зубоскалил, развращал умы, Опошлил и сломал свой язык, потерял образ и подобие. Эх, сожрала меня эта яма. Не чувствовал раньше, но сегодня. Когда проснулся, поглядел назад, А за мной пятьдесят восемь лет. Только сейчас увидел старость. Спет ты песня!» Калкас все еще дрожал и задыхался. Когда немного погодя, Никитушка увел его в уборную И стал раздеваться, он совсем опустился и раскис. Но не перестал бормотать и плакать. Антон Павлович Чехов, Калкас. Читал Джохангир Абдулаев. 8 августа 2022 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok